Номан компания представляет вашему вниманию нового сериала Мартия 2 ЦУМ Там же дождь действует Меня зовут Витя Скалетто, я родился в Крапивницком в 25-м году Этот пиздюк на фотке я стою своими родителями с первым великом, который я заработал в Балте Да, пиздатые были времена, правда война все помешала нам Ну и тогда отец набухался и решил, что нам пора переехать Пересечь Черное море по кругу и в конечном итоге добраться до нового города в Украине Его зовут самым лучшим и его название, как вы думаете, да Нихуясь и небоскребы, сынок Ваши паспорта, ваши паспорта, паспорта давай Никогда в жизни я не видел ничего подобного Киеву Он был прекрасен Охуенные дома, машины, пилборды, все, поезда Но не то-то было, дорогие друзья Когда у вас не хватает денег, как обычно, вы же не можете заселиться в каком-то пентхаусе И выбором остается просто обычные, обычные бедные районы На Троечне, куда мы, собственно говоря, и заселились Отец работал в порту и зарабатывал просто несчастные деньги Нам еле хватило на бутылку воды Но... ему хватило на бутылку водки И по вечерам его не видели Мне было скучно В школу я особо не любил ходить Правда, с Барбаренко я тогда познакомился Давай быстрее брать, давай Мы с ним закорешивались, так как у нас были общие интересы Оба хотели кетчупа, на работу не принимали Ну и мы как раз затеяли одно нескромное дельце Стоять, полиция! Зупинеться! Ну тогда, давай, быстрее Давай, перелазь, Витя! Стоять, а то 10 лет тюрьмы Сука Давай, давай, поворачивайся к стене Блядь, внутри лох, Витя, блядь Да, тогда нам не повезло горбануть, конечно У меня был выбор Либо сесть в тюрьму на 10 роков Либо участвовать в перестрелке за кетчупы Что ж, мой выбор очевиден Посмотрим, что будет дальше Операция кетчуп Нам раздали калаши, гранату, минотомет, гранатомет, танки и все прочее Ладно, если быть серьезным, нас просто послали с автоматами Дали, кир пойми какие И давайте стрелять Наша цель захватить здание, где хранятся целые, целые, целые ящики кетчупов Чтобы Мусолей не съел их пяти часам Нам надо было сорвать его планы прямо сейчас Вон это внохот в лейке отсюда Верно? Отвое! 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 Пошла возня! У besoin! А ну ка, что там интересно, меня простреляет? Ааа! Ты чо дурак чтоли? Да блять, сори Случайно Блядь, Скалета, долго выёбываться будешь, мы без тебя пойдём. Давай лапы. Хочешь фокус? Я сейчас кину прямо сюда гранату, но она дарится к ним. Зацени. Ха-ха, я фокусник. Ой, блядь. Ну чё, Витёк, ты жив там? Да, местами. Ну тогда пошли давай. Блядь, а как стрелять, ребята? Тяжёлое оружие. Блядь, Витя, не выёбывайся. Да я реально не стрелять тяжело. О, ого, я убил их, ха-ха. Ого. Ребята, может шашлыки сделаем? Нахоном эти кетчуп. Как мы их тут сделаем, дурак, блядь? Так вон же огня полно. Как вы издеваетесь? Вы чуть меня не убили. Ну не убил же. Радуйся, что живой. А не, теперь мёртвый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петёк, беги к установке, мы прикроем. Блядь, ребят, вам же хуже будет, я ж хуёво там стреляю. Ну ладно, сами напротивиться. Сейчас папа устроит. Хеба, я стреляю. Субтитры делал DimaTorzok Так, уважаемые ребята, за кетчуп и не ведём вайду. У нас есть майонез, это куда лучше и впустее. Все слушай меня, за кетчуп и не ведём вайду. Это куда впустее и есть майонезы. Субтитры делал DimaTorzok Красавчики, красавчики. Молодцы, молодцы. Как видите, я выжил. Да, мне повезло. Хочу лезть туда-обратно. Да нет, спасибо, пожалуй. Вы менты, нет-нет. Витя, привет! Шо? С водорослением. Как узнал? У меня свои источники. Поехали набухраемся, нашрёмся. Ну и говмо, тачка у тебя, конечно. Да, зато своя. Не то, что у тебя велик ёбнутый. У меня джип. Ага, в твоих мечтах. Слушай, подвинься. Да подвинься, я тебе говорю, мне тесно. Ну чё, так тебе зимний Киев. Скучал по нему? Да, конечно, тут холодно, но... Тут всё же лучше, чем выполнять какие-то тупые операции по кетчупу. По чуму? По кетчупу? То есть, старик, я за тебя переживал, что тебя посадили, а это, оказывается, тебя кинули на какую-то, блядь, операцию по кетчупу. Да, и такое бывает. Слушай, а чё это ты шарахался там от ментов на вокзале? Чё? Таких ментов? Да не гони. Я ж видел, как ты их увидел и отвернулся. А, ты про этих. Да я от них скрыться хотел, понял? Там был случай в ларьке. Они меня столкнули. Ну и я, как Мак Трахера, провёл с ними мучку бурную. Там ездили, отжигали, стреляли, в бар заходили. Всё, короче, как в фильме Супер Перца. Да, только по тебе не скажут, что ты Супер Перец. Это намёк на что? На то, что я несчастный? Видите, тебе 25 лет. Хоть бы задумался девушку иметь. В конце концов, то неси уже жизни в сосисках души развлекаться. Я свою сосиску берегу для той самой. Да той самой какой? Сардельки? Ты же два года провёл в этой операции. Чё у вас там девушек, неужели, не было? Да, были. Но я стеснялся. Блядь. Ладно. Придётся тебе научить. Это потерянный случай похуды. Что? Да не-не, ничего. Ничего. Мы с братья. Друзья, научу тебя. Не снися, пожалуйста. Ладно. А вот и бар. Заходим по-красивому. Уходим по-богатому. Ну чё, за любовь? Да, за любовь. Витёк, какие планы вообще? Надолго ты тут у нас? К сожалению, нет. Не месяцок-два на установление. Потом обратно. Какой обратно? Ты ж хуёво стреляешь. Да, но им похуй. Что ж поделаешь? Ну, Барбаринка, может помочь тебе? Если это правда, то было бы круто. Минутку. Сейчас позвоню кое-кому. Ну чё, ты не сдох там ещё? Да ты чё, дебил? Это приветствие наше. Короче, есть дело. У меня есть друг Витя Скалета. Его надо отмазать. Понял, хорошо. Завтра заедем. Короче, решил я твой вопрос. О, на телочку пяришься? Литя, хороший же, блядь. Ну, подойди, познакомься. Какая красивая. Да я не знаю. Что мне ей вообще сказать? Подходишь, говоришь, эй, детка, красивый вид. Будет круто смотреться ночью у меня в трусах. Всегда работает. Доверься мне. Ну, это ж похабщина. Девушки же любят. Вроде культурных. Разве нет? И мне же мама говорила. Девушки любят как... Да, все хуйняет, твоя мама говорила. Они любят либо веселых, либо задорных, либо плохих. Как скажешь. Так что, Витек, пока она не ушла с этого бара, подходишь к ней и говоришь то, что я тебе сказал только что. Другой раз. У меня дела важные. Че, опять сливаешься? Да нет. Надо кота покормить, спинку почесать. Кот? Какой кот? Тебе нет кота, Витя. Не пизди мне, я знаю все. Тачел, в следующий раз точно подойду. Обещаю. Пиздишь. Не, не, не. Ебать я сыкливое сыкло, конечно. Блядь. Мне до дома будет ласка. Куда тебя подбросить, говори, сэр? Да меня на левобережную. Хорошо, садись. Ну вот и все, мы приехали. Да, спасибо. Сдачи не надо. Эй, идиот! Ты чемодан там забыл? А, да, точно. Нихуя себе, будто АТ-16 появились в Украине. Эм, ну ладно. Привет, мама, я вернулся. Витя, сынок, ты вернулся? Я думал, никогда тебя больше не увижу. Мы тебя так ждали всей семьей. Где деньги? Витяк! Нарова, малая. Как ты там? Садитесь, садитесь, сейчас жрать будем. Они тебе ужин приготовила, борщ с салями. Тебе полезно. Опять просроченный сделала, да? Витя, ты не умничай. Ты в свои 25 лет вообще готовить не научился. Весь в отца пошел. Приятного? Э! Помолиться, надо же. А, да, точно. Как же я забыл. Бать, коножман, верю, Украина, матем, мы за Украином будем вывелать, ищи не умерла Украина, ни слава, ни воля, щенам, братья украинцы, усмехнете доля, сменуете наши выреженьки, как в санасонте, запкануемые мемы, братья у своей сторонте. Спасибо за ужин. Была дерьмова. Пожалуйста. А теперь иди спать. Мы от тебя так устали, Витя. Как оно вообще было там? Мы на осте читали. Ты стрелять не умеешь. Как твой отец. Жалок. Ну, мам, зато мы шашлыки едем с ребятами. Хоть что-то хорошее. Ну, а молодой человек есть? Спайдермен, Витя. Я выхожу замуж за спайдермена. Скоро свадьба. Приходи. Франи, не надо раньше времени об этом говорить. Не подушка мягкую. Ой, тебя не подушка. Спи на том, чё есть. Субтитры сделал DimaTorzok Так, чё, ты когда обратно едешь? Да никогда. Мне Джо поможет порешать с этим вопросом. Джон Санюк? Барбаренко тебя кинул тогда. Мам, мам, ты хочешь, чтобы я воевал за кетчупы? Не. А походу, да. Мне Джон Санюк жизнь спас. Скажи этому Джон Санюку, что больше он не приставал к твоей сестре. Кстати, помнишь? Папа Ларчука. Который Дерек. У него есть вакансия в порту по ящикам. Главное, а не будь пестельником. Плюс вы знакомы с детства. Он помнит тебя хорошо. Найди его. Витя, сынок мой. Обещай мне, что найдёшь его и с ним же поговоришь. Ладно, ладно. Лишь бы вы отъебались. Мой сын не пестельник. Ура! Ну, я, наверное, пойду. Пока, мам.